Здравствуйте! Мы начали завершающую мишну в третьем разделе. Вчера продолжает мишна и говорит так. Нитмет минхата, а челок кичапик, лихарей ги, к холам и наход в типаде. Сказали, что женщина, которую муж привел в бета-микдаш для того, чтобы проверить ее, она изменила ему или нет. После того, как он ей наказал, не уединяясь с человеком, приносила курбан минхат, курбан из муки. Этот курбан она приносила в своей корзинке, потом из этой корзинки курбан перекладывался в миску бета-микдаша. Мишна, что если этот курбан осквернился, стал таме, до того, как его переложили в миску бета-микдаша, то эта мука выкупается, на ее деньги покупается другая мука. Эта мука выкупается, как любые другие курбан от минха, которые осквернились до того, как переложили их в миску. Почему? Потому что до того, как переложили их в миску бета-микдаша, у них была святость денег, которые пожертвовали, которые вложили в эту муку. Но как только эту муку переложили в сосуд бета-микдаша, в миску из бета-микдаша, эта мука уже сама получила статус святости, поэтому уже ее выкупать будет нельзя. Как только положили ее в миску бета-микдаша, она, как все другие минаход, ее нужно сжечь. Почему? Душа таков, у нее появилась святость самого тела, самой этой муки, так как она была переложена в святые посуды бета-микдаша. И она сжигается на месте, где сжигают псулеям и кудашим, там, где сжигались испорченные курбаноты. Дальше Мишна перечисляет следующие случаи, когда вот эти курбаноты из муки сжигаются. Первое. Женщина, которая призналась перед тем, как принесли ее курбан, что она действительно изменила своему мужу, тогда уже эта проверка отменяется. Или перед тем, как она выпила эту воду, пришли свидетели и сказали, мы видели, что она мужу изменила. Или женщина, которая отказывается пить, говорит, я не буду эту воду пить. Все это до того, как растворили там кусочек пергамента с головой Торы об этом, если же после этого мы ее заставляем пить. Или же муж привезли в бета-микдаш привел, но не хочет, чтобы она пила. Передумал, как объясняет Хелькат Мехоке, как так может быть, чтобы муж отказался. Он говорит, такой пример. Человек видит, что он с женой разводится, и он знает, что жена хочет выйти за кого-то замуж. Что он говорит ей? Он говорит ей, смотри, не уединяйся с таким-то человеком. И как только она уединилась, то она не имеет права выходить за него замуж. В этом случае он говорит, скорее всего его заставят, чтобы он дал ей попить. Но как бы то ни было, это один из случаев, когда муж передумал или не хочет давать ей воды соты. И пятый случай. Или когда муж вел ее на проверку в бета-микдаш, и он не имел, тогда уже иметь справа с ней интимные отношения. Но по дороге они имели интимные отношения, эта вода ее не проверит. Минха, корбан из муки такой соты, тоже сжигается. Во всех этих случаях минха сжигается. Почему? Потому что процесс проверки этой женщины не закончился, он аннулировался. Поэтому мы не можем отменить святость вот этой муки, которую она получила, когда ее положили в сосуды бета-микдаша. Поэтому эта мука должна быть сжигана. Продолжает минха и говорит так. Бат Исраэль, че не седла коэн минха та не срефи. Раса еврейка, которая вышла замуж за коэна, и она приносит эту минху. Не важно, это минха сота или это обычная минха, она сама хочет принести курбан в бета-микдаш, ее минха сжигается. Раса объясняет любая ее минха, как мы сказали, или сота, или любая другая минха, которую она хочет принести. То суд говорит, здесь имеется ввиду только минха соты. Но девушка коэна, дочь коэна, которая вышла замуж за простого еврея, то из ее минхи, из ее курбана, как он говорит, три пальца приносится курбан на жертвы, он сжигается, а остальное съедает коэни. Почему такая разница? Потому что написано в Торе, посуд, который говорит, Вехоль минхат коэн калиль тие лоте ахе. И всякое минхат коэна, то есть, мужское жертвопроношение, которое принес коэн, должно быть полностью сожжено. Не его часть, три пальца, а потом остальное съедается полностью. И написано в Торе, минхат коэн, минхат коэна мужского рода. Мужчины, вело коэнет, а не минха, девушки коэнет, дочери коэна. Такая минха, полностью не нужно ее сжигать. Теперь, как мы видим, что только минха коэна сжигается полностью. Но минха израилит, еврей, она не сжигается. И даже дочь коэна, которая вышла замуж за простого еврея, она переходит почти, можно сказать, в статус своего мужа. Поэтому, это как обычно минха, три пальца сжигается на мисбехе, а остальное отдается коэнам, чтобы они съели. Но минха, жена коэна, простая еврейка, которая вышла замуж за коэна, ее минха не сжигается. Ее минха не съедается, а наоборот сжигается. Почему? Вопрос, что с ней делать? Три пальца уже оттуда сожгли. А что делать с остатками, которые обычно дают коэнам, у этой дочери коэн? В чем проблема? Проблема в том, что так как она вышла, эта еврейка, за коэна, кто платит за ее минху? Коэн. Поэтому получается, это частично его минха. Поэтому объясняет гумара дальше и так. Два. Меша Хохма объясняет, почему такая разница в мучном приношении коэна и других евреев. Когда евреи приносили мучное приношение, то, как мы сказали, три пальца коэна забирал и сжигал на жертвеньке, остальное оставалось есть коэну. Видно было, что человек принес миску с мукой и так далее. Простой еврей. Но если коэн приносил эту миску с мукой, и тогда сожгли три пальца на мизбехе, а остальное он кушал сам, не было видно, что он принес что-то. Что он принес? Три пальчика муки. Потом объясняет из Меша Хохма, чтобы было видно, что коэн принес корбан, и его корбан полностью сжигался. Корбан его жены, так как он является тем, кто платит за этот корбан, считается, даже если его жена, она простая еврейка, это как его корбан, нужно его полностью сжечь. Но так как она сама еврейка, ее корбан частично три пальца сожгли. Что делать с Ширайн? Три пальца ее корбана сожгли жены коэна, которая простая еврейка. Теперь то, что осталось, обычно съедает коэны. Но так как это считается также его корбан, что делать? Вы говорите, что остатки нельзя съедать, потому что этот корбан частично принадлежит коэну, потому что он платит, а его корбан нужно полностью сжечь. Но мы не можем его полностью сжечь. Почему? Мы не можем ее сжечь полностью, потому что она тоже является частично Хозяйкой этой муки, а муку, мучное предложение простой еврейки нужно сжечь. И комис уже сожгли. Что делать? Как написано в Торе. Если он скажет, то пусть сожгут. Он говорит, нет. Минхакуэна должна быть полностью сожжена. Здесь уже три пальца для нее сожгли. Три пальца этой муки. Как написано, Пасух 2 говорит, Что нельзя то, что уже было сожжено частично для Всевышнего, для Всевышнего. Другую оставшуюся часть нельзя добавлять, нельзя ее сжигать. Все, что от него для Всевышнего сжигается. Когда он полностью это Минхатам, все, что принесли, без того, что уменьшили, можно сжечь на жертвеньке. Но если она уменьшилась, нельзя сжигать, как объясняю. Поэтому получается так. Человек, который принес корбан, он полностью сжигался на жертвеньке. Корбан хатат, за неумышленный грех, нарушение шаббата и другие грехи, которые наказание корет. Человек принес этот корбан, часть его сжигалась на жертвеннике, а часть его отдавали кушать коинам. Вот эту часть, которую отдавали кушать коинам, я могу положить на жертвенник и сжечь? Нет, не могу. Потому что то, что Тора разрешила, можно положить на жертвенник, а то, что не разрешила, не могу. Поэтому, так как часть этого корбана, из этого корбана хелев, то, что есть внутренний жертв, то, что у нас называется чарбу, сжигалась на жертвеннике. И так как часть этого курбана была сожжена на жертвеннике, другая часть, которую нельзя сжигать, нельзя положить ее на жертвенник, он разобретил и здесь, это мучное приношение. Часть ее, три пальца были сожжены на жертвеннике, остальную часть не могу поставить. Поэтому вопрос, что делать с остатками этой мучной муки жены Коэна. Говорит Мара два ответа, два возможных варианта. Первый ответ по мнению Роби Лейзера, который говорит так. Да, как курбан, то, что осталось в миске после трех пальцев муки, я не могу сжечь, но на жертвеннике есть дрова, которые помогают, чтобы эти курбаны сгорели. Вот эта мука, я могу ее сжечь на жертвеннике как дрова, да, не как курбан, но как топливо для этого курбана. Поэтому говорит он так. Он говорит, этот Коэн сжигает отдельный, говорит, это как часть курбана для этой женщины. А остальное, то, что обычно едят Коэны, но тот, как она жена Коэна, нельзя есть. Он сжигает, говорит, а это как топливо, как дрова на мисбеяхе. Демасик леун ле шумец им сжигает их, как дрова. И здесь, тогда он не нарушит запрет Бальтактиру, что нельзя часть курбана потом сжигать, когда уже часть его была сожжена. Но Хахамим, которые говорят, что запрет Бальтактиру относится даже, если человек сжигает это как дрова, как топливо, тогда что делается? Тогда это три пальца этой муки для этой жены Коэна сжигается, как обычно, а остальное сжигается на другом месте. Было другое место, где сжигались испорченные или курбанод, которыми что-то было сделано неправильно. Там эти курбанод сжигались, и там же сжигается эта мука, а не на обычном жертвене. Теперь Марат дальше продолжает интересную тему. Мы посмотрим, какая есть разница между Коэном, сыном Коэна и дочерью Коэна, и там же разница между мужчиной и женщиной в исполнении митцов. Говорит Мишна так. Какая разница между мужчиной Коэном и женщиной Коэн? Как мы сказали, мучное жертвоприношение, девушке Коэнет съедается, три пальца сжигается, а остальное съедается. Но Минха Коэна сжигается полностью. Мы сказали, чтобы было видно, что он действительно что-то достойное принес. Откуда мы знаем? Пасух говорит, как мы сказали. И все, всякое мучное проношение Коэна. Минха, полностью будет сжигано, нельзя его есть. Коэн, веро Коэнет, мужчина Коэн, но не женщина. Дальше говорит Мишна. Три. Женщина, дочь Коэна, которая вышла замуж не по закону, неправильно вышла замуж, то она теряет статус Коэнет. Мужчина Коэн, который женился неправильно, все то время, пока он женатый, например, Коэн не имеет права жениться на разведенной женщине. Но если он женился, пока он женатый, на ней мы его штрафуем, не имеем права говорить Биркат Коэн, не даем ему первого благословения на Тору и так далее. Но, если он с ней развелся, он свой статус Коэна не теряет. Но она теряет, например, девушка, которая имела связь, скажем, с ней евреем. Она не имеет права выходить замуж за Коэна. Если она вышла замуж за Коэна, все, она халала, и ее дети Коэн тоже халалим, тоже не считаются Коэнами. Папа Коэн, получается, папа, ну, есть такой случай в Израиле, что парень с девушкой были нерелигиозны, в колледже познакомились, у нее был бойфренд, но потом они женились, он Коэн, она вышла замуж. Со временем они сделали чего? Оба все, и папа, и мама, и ее дети религиозные. Папа приходит в синагогу, ему дают алиат Коэн. Но сын приходит в синагогу, так как эта девушка не имела права выходить замуж за Коэна, она, у нее статус блудницы, ее дети неконим. Папа получает первый алиат, а его сын получает третий алиат, потому что он халал, поэтому говорит здесь геморак Коэн, он не теряет свой статус Коэна, но его жена и дети, если он женился неправильно, они, да, теряют статус Коэна, как написано в Торе, пусть он не делает халалин, не делает Коэн, у него есть статус святости, а холь, это будни, пусть не делает свое потомство буднями, не святыми, то написано в Велу ехалель, там две буквы ламет, лэль, одна ламет это его жена становится в своем халале, вторая это его дети. Заро, свое потомство, он исключается. Он становится будним, он не становится будним, его потомство становится будним, теряет статус Коэна, а он нет. Дальше. Женщина Коэнет имеет право ходить на похороны, имеет право заходить на кладбище, хотя мы знаем, что женщинам нежелательно вообще ходить на кладбище, но по закону они имеют право оскорняться мертвецом. Коэнет не имеет права оскорняться, кроме своих семи близких родственников, по которым он должен держать страву. Почему? То же написано. Скажи Коэном сыновьям Ахарона. Поэтому эти законы нечистоты мертвеца относятся именно к Коэнам мужского пола. Бне Ахарон велёб в нот Ахарон. Сыновья Ахарона, а не дочери Ахарона, должны соблюдать законы духовной чистоты. Четвертая разница. Коэн охел бекодеше кодешим. Вен Коэнет охелет бекодеше кодешим. Коэн имеет право кушать части курбанод, которые имеют святость кодеше кодешим, как мы сказали, курбан хатад. Курбан ашам. Или вот это мучное предношение, курбан минха. Остатки после сжигания трёх пальцев, комец, то, что называется комец, имеет право кушать только Коэн мужчина. Коэн женщина, части, которые разрешены от этих курбанод есть, не имеет права. Потому что написано в Торе, Холь Захар бивне Ахарон йохлена. Каждый мужчина из сыновей Ахарона имеет право есть части курбанод, женщина не имеет права есть части курбанод. Продождает мишна и говорит, какая разница в исполнении митцвод между мужчиной и женщиной. Говорит первая разница. Здесь 8, но есть ещё больше. Ха иш поре уфорем, беэн айша порат уфоремет. Мужчина, если он стал мецора, не имеет права стричь свои волосы, он должен отращивать свои волосы, и он разрывает свою одежду. Женщина же не отращивает волосы, если она мецора, и также не разрывает свою одежду. Почему? Написано в Торе, иш царуа гу таме, иш царуа гу таме гу. Он прокажённый человек, он таме. Это посыл из нашей недели главы, которую мы будем читать на шаббат, тазве мецора, там законы прокажённого. Это опять можно сказать нам привет от Всевышнего, что ему приятно наше учение. Теперь вопрос, который объясняет Зехритскак. Почему такая разница? Кроме этого, мужчина, который мецора, не имеет права иметь интимное отношение со своей женой. Женщина мецора имеет право. Теперь какая разница между мужчиной и женщиной? Она не разрывает одежду, она не отращивает волосы, она имеет право иметь интимное отношение, а мужчина нет. Кроме того, что мецора имеет статус таме, он нечистый, кроме этого, у него есть определённые законы траура. Почему разрывает одежду? По кому разрывает? Когда человек, не дай Бог, скончался у него родственник, он разрывает одежду, он отращивает волосы. И это передаётся мужчине, а не женщине. Кроме этого, Мы сказали что-то, мы сказали, Митцура, он один из четырех видов живых людей, которые считаются мертвыми при жизни, пока он не очистился. Но в основном это относится именно к мужчине, потому что у мужчины есть митцва быть внутри народа. Плодиться размножаться, у кого есть митцва у мужчины, не у женщины. По большинству мнений, то, что мы говорим «Исраэль ар-эвим зеразе», еврейский народ, один отвечает за другого. Мы все как одна цепочка, как одно целое, звенья одной цепи, тоже относятся в основном к мужчине. Поэтому, и кроме этого, Авель, человек, который в трауре, он не имеет права послать свои курбаноты в Бет-Амикдаш. Поэтому этот митцва, мужчина прокаженный, хочет послать курбану в Бет-Амикдаш, не имеет права. Его жена же, или женщина, которая митцва, она да имеет право. Почему? Потому что Авель, человек, который в скорби, в трауре, эти курбаноты не посылает. А если он не Авель, то может. Дальше говорит Мишна. Мы с вами только что три недели назад закончили трактат «Назир». Там говорит Мара, что не только сам человек может принять на себя обед на зиру, то сказать, я не буду пить вино, стричь волосы и так далее. Отец может сделать «Назиром» своего сына, но мать, женщина, не может сделать «Назиром» своего сына. Это привилегия только отца. Сказал Раби Йоханан, это Аллахалай Моше Мисина. Единственное исключение, может быть, которое было, это Хана, которую мы читаем каждое утро. Палел Хана, она мать Шмуэля Нави, она сказала, что мой сын будет «Назиром». Там мы давали несколько объяснений, что с одной стороны она вымолила этого мальчика у Всевышнего, а с другой стороны ее муж Эль-Хана сказал, вот мальчик, сын, делай с ним что ты хочешь, как ты хочешь. Поэтому там она сделала. Но в основном только отец может сделать своего сына «Назиром», но не мать. Теперь если и отец, и сын были «Назиром», и папа выделил деньги для «Курмана», три «Курмана» – это много денег, по 500 долларов, уже 1500 долларов, и папа скончался, то его сын имеет право эти деньги, если он не распределил, какие деньги на какой «Курман», его сын имеет право эти деньги использовать. Но если дочь его была «Назиром» вместе с отцом, она эти деньги не имеет права использовать. Это тоже говорит Раби Йоханан. Четвертая разница между мужчиной и женщиной. Папа имеет право выдать замуж свою дочь. То есть, если пришел человек, говорит, я хочу шениться на вашей дочери, дает ему деньги, дает ему какой-то другой ценный предмет, папа имеет право выдать замуж свою дочь, которая не достигла возраста совершенства до 12,5 лет. Она считается стопроцентной замужем на поторе. Даже если папа ее выдал замуж, она знала или не знала, согласилась или нет. Но мама не имеет права выдавать свою дочь замуж. Мудрецы постановили, что мама с братьями имеют право выдать, если папа, не дай бог, скончался, чтобы девушка не болталась на улице, не испортилась, тогда по закону мудрецов Мидарабанан, мама с братьями ее могли выдать замуж, но этот закон был Дарабанан. Потом, если она подросла, и она говорит, я не хочу с ним жить, даже она была замуж, даже у нее есть дети, ретроактивно этих хедушин отменяется, она не считается его женой. Опять же, как мы сказали, Тора говорит в Торе, Говорит, там, когда человек обвиняет свою жену, что он на ней женился, она не была девственницей, ложно обвиняет, отец приносит доказательство, что она была девственницей, и говорит, дочь свою я отдал ему. И объясняет Раши, у кого есть привилегия отдать замуж свою дочь, именно у мужчины, у отца, а не у женщины. Пятая разница между мужчиной и женщиной, говорит, Раньше была практически тотальная бедность. Были семьи, в которых практически нечего было кушать, было много детей. И по закону Торы, отец имел право продать свою дочь в служанке. То есть, это имелось в виду, он отдавал ее в более богатую семью, с той надеждой, это было понятно, что тот, кто ее купил, или он сам, или его сын, со временем женится на ней. Кто имел право это сделать? Только отец, но не мать. Как написано в Торе, ким кор ищ, это битоляма. Когда продаст ищ. Кто это ищ? Мужчина, а не женщина. Поэтому отец имел право это сделать, но не мать. Шестое различие между мужчиной и женщиной, говорит, Мишна, а ищ нискал аром, вене ища нискал арома. Мужчина, которому беден постановил наказание, побиение камнями, смерть через побиение камней, его забивали камнями полностью голым. Только там, где его брит, там был небольшой скуток материи, чтобы прикрыть его с равные места. Его забрасывали камнями голым. Женщин уже не забрасывали. Мы проходили с вами Масахат Назир. Есть вопрос, хочет ли человек его, чтобы забросали голым или нет. Потому что когда у него есть одежда, он умирает дольше. Но без одежды он больше позорится. Что человек хочет? Побыстрее умереть или поменьше позора? Это мы разбирали с вами на трактат Назир. Торапат говорит, послух вторых, и забрасывает его, как объясняет Гмара, его забрасывают без одежды, но не ее. То есть, если не дай Бог, человек нарушил шаббат, другие наказания, грехи, которые есть с предупреждением, его наказание по решению беденос, смерть через побиение камнями. Дальше говорит Мишна, седьмая разница между мужчиной и женщиной. Ха-иш нит-ла нит-ле ве-э-на-иша нит-лет. После того, как человека забрасывали камнями, в определенных случаях его труп вешали. На несколько минут перед заходом солнца, потом сразу снимали. Говорит Мишна, этот закон относится только к мужчине. Женщину после побиения камнями не вешали. Ото, как говорит послух, Веталита отолаяц, и повесь его. Ото, веро-то, его вешали, но не ее. А-иш немкар бигни-ватовы, и на-иша немкарит бигни-вата. Если человек вор, он своровал что-то и должен вернуть эти деньги в два раза больше. Теперь нет у него денег. Что делали? Продавали в рабство этого вора. Говорит Мишна, его продавали, но ее не продавали. Если мужчина был вором, его продавали, но не женщина. Как говорит послух в Торе, Венемкар бигни-вата, он будет продан из-за своего воровства. Вело бигни-вата, а не из-за ее воровства. То, что приводит еще несколько различий, что женщины освобождены от мецот, которые связаны со временем, как мы знаем, что у женщин нет проблем побрить лицо свое, побрить свои пеот. Эти законы относятся только к мужчинам. Бен-Суреру-Муре, Марце, то, что прокалывали ухо еврейскому рабу. То есть есть еще другие различия между законами мужчин и женщин. Но в основном у нас есть правило, что Тана Вещер, что не всегда Мишна перечисляет все разные варианты. Здесь Мишна перечислила нам 8 различий между мужчиной и женщиной. На этом мы закончили третью главу трактата Сота Гадрана Ла Аянутер Бедрадашем. Начнем четвертую на следующем листе. Субтитры создавал DimaTorzok